Золотой человек Каждый из четырех тысяч золотых предметов все еще скрывает в себе тайны великого сакского народа, его историю, культуру, мировоззрение, философию и даже письменность. Золотой человек Блеск золота. Это вот надпись на серебряной чаще. В гробнице Кургана и Сык была обнаружена серебряная чаша с 26 письменами, которые не расшифрованы до сих пор. Тщательный анализ показал, что надпись на чаше, состоявшая из двух строк, содержит в общей сложности 25 или 26 знаков, среди которых удалось распознать 16-17 различных, что свидетельствует об алфавитном характере надписи. Золотой человек Недавно Недавно весь научный мир обошла еще одна версия прочтения надписи на серебряной чаше. Она принадлежит азербайджанскому исследователю Зауру Гасанову. Именно он предложил свой вариант текста надписи на серебряной чаше, найденной в погребальном кургане вместе с золотым человеком. Золотой человек Золотой человек Золотой человек Золотой человек Золотой человек Золотой человек И расшифровывается он следующим образом. Четырех сторон света племена сынглы воспевают, три сотни союзную клятву пьют. У Геродотов описывается этот обряд, как скифы пьют союзную клятву. То есть они в чашу наливают кровь, смешивают с вином, опускают туда оружие и затем вместе пьют эту клятву. Слово сынглы, которое встречается в исыгской надписи, имеет значение копье или оружие. Аналогии вот этого титула сынглы мы находим в китайских письменных источниках, когда там говорится, что у хуннов был клинок чинглу. И именно этот клинок чинглу, значит император хуннов, как пишут китайские источники, он опускает в чашу, где смешивалось вино с кровью коня. Этот клинок чинглу он опускает в эту чашу и после этого они вместе пьют клятву крови с его союзниками. Чинглу и сынглы. Один тот же вид оружия, который может быть и клинком, и копьем. Вот это очень интересный момент, который может быть связан с титулом золотого человека. Расположение предметов, некогда украшавших погребальную камеру золотого человека, остатки железного меча и серебряной чаши, позволили исследователям в результате кропотливой работы воссоздать, впервые в науке, облик сакского воина-царя. Возможно, из этой чаши золотой воин, как представитель высшего воинского сословия, пил ритуальный напиток, давая союзную клятву на крови. Для нас важно то, что Кемаляки Ищета открыл эту письменность и показал всему миру, что из себя представляет сакская культура, кто такие саки. Комплекс находок в Кургане Иссык дал дополнительные материалы, проливающие свет на уровень социальной истории сака всемиречия. Кемаль Акишев. Кемал Ага написал в этой же книге, посвященном первому золотому, что у него есть такие строки, золото-теплый металл. В нем есть тепло и энергия солнца. Золотой костюм – это солнечный костюм, это солнце. Солнце было Богом. Есть такая книга одного ученого, когда солнце было Богом. Это про Египет. Но я думаю, Усаков тоже солнце было Богом. Геродот же пишет, из всех божеств они почитают солнце. Кемаль Акишев утверждал, что для казахстанской науки Иссыкская находка представляет ценность, подобную той, которую имеют сокровища гробницы Тутанхамона для современного Египта. Останки Сакского воина передают сакральный смысл мифологии древнего мира. Удивительно, но на одном из драгоценных перстней Иссыкского воина есть странное изображение, напоминающее индейца. Ученые считают, что это лик древнего кочевого божества – бога Митра. Проведенная экспертиза показала, что золотое украшение некоторое время носилось и даже подвергалось ремонту. Скорее всего, это была семейная реликвия. Среди украшений Иссыкского вождя больше всего изображений моралов. Это накладные бляхи пояса в виде оленей с подогнутыми ногами, огромными ветвистыми рогами, с крыльями или с головами грифонов. Объяснений популярности этого образа существует множество. Самое простое – это охотничий трофей или животное, принесенное в жертву. Обожествлялось солнце – центральная фигура мироздания и, как его земной образ, золотой олень. Другой системой мироустройства представлялось древо жизни, а его символом – ветвистые рога оленя. Кемаля Кейшевич фактически стоял у истоков реконструкции археологической, историко-культурной. Например, жители периода государства Кангюй – это 2-й век до, 4-й век нашей эры. Вот, Саков, собственно, его реконструкция золотого человека. Далее, значит, вот, воина Агуза Кыпчака. То есть здесь речь идет о том, что Кемаля Кейшевич не только как ученый себя проявил, но и как популяризатор историко-культурного наследия древних народов Казахстана. Столица Казахстана – город Нур-Султан – изобилует образами древней сакской культуры. Особенно это заметно с высоты птичьего полета. В архитектуре столицы можно разглядеть все тот же звериный стиль, который дополняет современную архитектуру своей пластикой и великолепием. Сюжеты древнего искусства, украшавшие нарядную одежду золотого человека, вошли в государственную символику нашей страны. Сегодня золотой человек занял свое законное место в Центральном зале Национального музея Казахстана. И тысячи посетителей музея могут прикоснуться к тайнам тысячелетий Великой степи. В 2005 году мы впервые выставку «Золотого воина» организовали в Соединенных Штатах. Там каждая страна выставляла своих воинов. Вся внимание посетителей все время забирал золотой человек, потому что те воины были сделаны со стали, с других упрощенных металлов. А золотой человек во всей красе, во-первых, это одежда воина, второе такое, ну, ярко, естественно, и очень этот, как имеющий глубокие символы. Мы счастливый народ, что имеем такой уникальный артефакт. Это не вообще в мире такого уникального артефакта нет. И самое главное здесь несколько зарубежных зрителей. Наши казахстанцы уже по-другому относятся к своей истории, с уважением относятся к истории. Раньше, если как-то относились, что золотой воин – это просто один из найденных артефактов, то, конечно, сейчас с гордостью все говорят, что мы потомки золотого воина. Экспозиция «Золотого человека», выставленная в Национальном музее Казахстана, сегодня уже посетила города России, Белоруссии, Малайзии, Македонии, Польши, Китая, Азербайджана, Южной Кореи и Узбекистана. Во всех странах наблюдался особый зрительский интерес к золотому человеку. Многочисленные посетители выставки испытали визуальную радость и огромное удивление уникальному творению и мастерству безымянных мастеров прошлого. Международное турне «Шествие золотого человека по музеям мира» продолжается. Вся планета сегодня имеет возможность знакомиться и восхищаться историей и культурой Великой Степи. Земля Казахстана верно хранит свои тайны. И только время от времени щедро делится своими секретами. Кемаль Акишев создал целую археологическую школу, и его последователи, ученики только за последние три десятка лет, поразили мир уникальными находками. Национальный музей Казахстана каждый год пополняется новыми находками археологов. В экспозиции Национального музея представлены уникальные археологические находки из сакских курганов Таксай – Западно-Казахстанская область, Талды-2 – Карагандинская область и Берель – Восточно-Казахстанская область. Мир меняется, отношения меняются. Казахстан, казахский народ, казахская популяция громко заявляет о себе, что мы вот такие вот здесь находят огромное количество вот этих золотых людей. Мощный культурный пласт открывается. У истоков всех этих современных открытий как раз и стоял. Кемаль Акишевич поддерживал, развивал, создавал вот эти люди. Мы все, собственно, вышли из его шинели, можно сказать. Первый золотой всегда нам будет первым. Он как бы одновременно открывающая дорогу. Вот в Куране есть открывающая книгу «Фатиха Асуле». Вот это первое, так сказать, начало, да. И вот первый человек нам открыл дорогу казахским археологам. Элементы, характерные для скифского анимализма, используются сегодня, спустя тысячелетия, и в монументальной скульптуре. В монументе независимости Валматы. Статуи золотого воина на летящем барсе. Эстетическое своеобразие статуи золотого человека именно в передаче духа сакской эпохи языком пластики. Летящий барс как будто сошел с головного убора сакского царевича, в котором имеются фигурки крылатых барсов, распространенного образа власти в зверином стиле. Статичная фигура золотого человека, тем не менее, в динамике. Все ее линии подчинены полету зверя, и сбоку она подобна лучной дуге. Золотой воин, найденный в 1969 году при раскопках Иссыкского кургана в Алматинской области, дал старт громким археологическим открытиям современности. В 2010 году был создан Государственный музей-заповедник Иссык. Он находится в Алматинской области, неподалеку от города Иссык, и был основан на месте раскопок Иссыкских курганов. Основными темами изучения и деятельности музея является, конечно, сакская, скифо-сакская, так называемая, культура и непосредственно золотой человек. Ежегодно, с 2011 года, музей производит археологические раскопки. Вот эти раскопки приносят заповеднику музею большое количество артефактов. В музей поступают, естественно, обнаруженные предметы в этих погребениях. Кроме того, три года музей производит исследование так называемого городища Рахат. И там выявлены ряд погребений близ этого городища, тюркского периода, мы предполагаем. И, кроме того, непосредственно некоторые вещи вышли средневековые, но продолжаются исследования. По утверждению Бекенната, возможно, там находилось даже целое городище сакское. Но это нам предстоит только доказать. Я уверен, что археология Казахстана, будущее, это будет потрясающим. Потому что те находки, которые мы имеем, оно уже не только вызывает огромный интерес, оно уже переворачивает исторические течения времени. Те, которые мы нашли в Западном Казахстане, это Токсайский воин. Сейчас уникально это нашли, Золотого воина, Зайсанский ареал. И, конечно, если мы найдем еще и жилище Золотого воина, то, конечно, история казахского народа, история Великой степи будет писаться совсем другими буквами. В 1997 году, когда было принято решение о переносе столицы из Алматы в Целеноград, Кемаль Акишев принялся за изучение истории центральных регионов Казахстана. Древнее городище Бозок стало еще одним его открытием. Акишев в период обучения в аспирантуре нашел сведения о том, что на реке Ишим находится какой-то древний город. И даже Аль-Кейха Каунчимар Гулан в своей одной статье пометил, что на Ишиме есть городище, которое называется Бузук. И вот осенью 1998 года мы его случайно открыли. Тогда это было где-то километров 5-7 от центра. Среди болот находились остатки этого городища. Руины городища представляют собой типичный степной облик. Невысокие, до 1 метра земляные валы окружают ровные поверхности площадок квадратной формы и располагаются на площади 30 гектаров. Городище Бозок состоит из трех обособленных групп – Центральной, Северной и Южной. Центральную часть городища образуют три близких, квадратным формы сооружения, которые археологи называют кварталами. Кварталы примыкают друг к другу, но каждый из них отдельно окружен валом и рвом. В центральной части городища, на стыке всех трех кварталов, возвышается площадка прямоугольной формы, вытянутая с запада на восток. Это возвышение является сакральным центром городища. Городище Бозок основано в 8 веке древними тюрками, то есть ему по возрасту 1200 лет. Он небольшой по площади, руины его находятся на восточном берегу озера. Вообще первоначально Акишев назвал этот памятник Бузук по названию, так сказать, вот этого озера. Но при встрече в 2003 году с Назарбаевым, Мурсултан Абишевич сказал, что как-то более, так сказать, давайте посмотрим этимологию этого слова. И вот с тех пор городище получило название Бозок, то есть светлая стрела, не Бузук, а Бозок. И так оно и вошло в археологическое научное пространство Казахстана и, в общем-то, в целом Евразии. Относительно Бозока принято разделять три этапа его развития. Первый – восьмой-десятые века, когда городище являлось городом-крепостью Копчаков и военной ставкой. Впоследствии не исключено, превратившись в резиденцию их правителя. Более 16 проверенных археологами радиоуглеродных датировок подтверждают, что городище появилось 1200 лет назад, в эпоху западно-тюркского Каганата. Второй период – 13-14 века. Когда началось монгольское нашествие, город оказался заброшен. Случилось странное. Разрушенный Бозок стал использоваться под мусульманский некрополь. Третий период захватывает время золота Ордынской эпохи и продолжается вплоть до нового времени. Руины городища приобретают статус культового центра и становятся местом погребения знати. Археологи отмечают, что в одной из могил найдена серебряная монета, которая предположительно была выпущена в 1321 году. Сегодня выясняется, что это не столько городище, сколько, знаете, такое святилище, культовый центр. Он появился как культовый центр древних тюрков. Потом в Кипчакскую эпоху, то есть перед монгольским нашествием 10-12 века, он продолжал существовать, уже не как, может быть, культовый центр, а там появляются ирригационные сооружения, причем довольно большая площадь ирригационных сооружений. Дома были поставлены. И в период, когда территория Казахстана вошла в состав Золотой Орды, то, естественно, государственной религией Золотой Орды стал ислам, то почему-то на этом месте стали строить мазолеи из сожженного крепича. Самая известная находка городища Бозок – женщина с жемчужинами. Студенты, которые участвовали в раскопках, так и прозвали ее – инжу, что значит «жемчуг». В погребении с инжу была найдена кожаная сумочка, внутри которой было бронзовое зеркало. Исследование городища Бозок дает ученым уникальную возможность реконструкции более тысячи лет непрерывной истории региона. Не так часто встретишь в северном и центральном Казахстане такие комплексы памятников. Если выражаться точнее, то таких комплексов, как Бозок, в регионе пока не обнаружено. Сегодня для истории Ануш-Султана этот город имеет значение в том смысле, что он показывает дату. Дату, что 1200 лет назад древние тюрки уже освоили верхнее течение Ишима и даже эту территорию освоили и создали здесь зоны, где они проживали. Кемаль Акишев Кемаль Акишев избрал науку-археологию и посвятил ей всю жизнь. Каждое лето в течение 56 лет он находился на маршруте. Сделано было очень много. Он воспитал высокопрофессиональный коллектив археологов, специалистов всех отраслей науки о древностях. Кемаль Акишев относится к плеяде ученых-энциклопедистов, рожденных эпохой становления науки. Эпохой, требующей от личности проявления организаторских талантов, способности предвидеть, выдвигать идеи, намечать цели и уметь их реализовывать. Широта кругозора, знания памятников различных природно-ландшафтных и историко-культурных регионов, самоотверженный труд выдвинули Кемаля Акишева в организатора археологической службы Казахстана. Он автор свыше 200 научных трудов, монографий, учебных пособий, брошюр и научных статей, многие из которых переведены на языки зарубежных стран. Сегодня можно с уверенностью сказать, что Кемаль Акишев был одним из патриархов и создателей казахстанской археологии. А его биография – это биография казахстанской археологии. Кемаль Акишев Кемаль Акишев Кемаль Акишев Кемаль Акишев Кемаль Акишев Кемаль Акишев